Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре два болонских удилища Тима Альвега, соответственно, от компании Альвега. Ну, в серии их три всего, 5-6 метров. Семерки у нас днем с огнем не сыщешь, всех их расхватали, и сейчас под большим вопросом, будут ли они завозиться вообще. Поэтому, чтобы не ждать семерок, мы, соответственно, решили снять обзор на 5-6, которые, по большому счету, самые ходовые из этих трех длин, по той причине, что семерка все-таки тяжеловата несколько. А вот 5-6 это, в общем-то, идеальные удочки. Значит, ну, начнем. Все удилища выполнены из достаточно дорогого карбона, то есть это не супертоп, конечно, класс, но, скажем так, тот карбон, который позволяет выполнить удилища с необходимым строем, который позволяет сделать его достаточно легким, сбалансированным, и в то же время снабдить малым диаметром колен, скажем так, да, для того, чтобы было удобно держать в руках при боковом ветре, делать заброс, чтобы была меньше нагрузка, соответственно, на бланк сам в целом. Ну, значит, снабжается вот таким колпачочком, пластиковым, колечки все там туда утопаются, защищены прочно. Лямочки резиновые, ну, в общем-то, удобно. Дальше, по хлысту очень грамотно сделано и очень правильно, то есть на хлысте имеется два скользящих колечка, то есть тюльпанчик монолитный, да, вклеенный, и два подвижных колечка, второе и третье. Дальше идет второе колено уже, соответственно, монолитное кольцо, и на втором колене точно также имеется подвижное колечко. Для чего это нужно? Для того, чтобы более правильно распределить нагрузку на бланк при вываживании и, в общем-то, при забросе тоже. Поэтому отсутствие таких колечек на болонских удилищах – это почти всегда минус. Они могут быть только, отсутствуют только на силовых удочках, но это отдельная тема, поэтому, если вы выбираете удилища в себе болонская, обязательно берите те, у которых есть три подвижных кольца. Колечки высоко посажены, достаточно современные, приятные, легкие. Рама, скажем так, как я сказал, высоко посажена. Она не сверхвысоко посажена, но и не прижата к бланку. Это золотая середина для того, чтобы, когда леска проходит через кольца, она не прилипала к бланку, когда вы ловите утром, когда, допустим, есть какая-то сырость или там моросит дождь или утренняя роса, и бланк покрывается влажностью. И леска, соответственно, при кольцах, которые расположены на лапках, скажем так, не так высоко отходящих от бланка, она будет прилипать к бланку. Если колечки были бы еще дальше, то есть лапки были бы длиннее, чем у Туальвеги, конкретно в этой модели, то была бы у лески большая парусность. Это тоже минус. Поэтому вот золотая середина, действительно, вот прям 5 из 5 баллов мы сюда ставим. Бланк, бланки тонкие, катушка-держатель очень надежный, здесь он проверенный, в принципе, Тимальвега выпускается в баллоночке достаточно давно. Надежный катушка-держатель, сюда входят 2,5-3, даже 4-тысячные катушки, как бы не всегда это надо, конечно, 4 тысячи, но вот 3-тысячные, 2,500-2 тысячи, отлично сюда встают, и люди очень довольны. Дальше откручиваем торцевую пробочку, и здесь мы видим такой вот важный момент, это вот такая неопреновая вставочка, для того, чтобы на нее ложились сверху колена, которые не позволяют ударяться кольцам друг о друга при складывании. То есть крайне желательно, чтобы такая вставочка все-таки была на баллонском удилище. Давайте измерим тогда вес, транспортную длину, ну и разложим, соответственно. Ну давайте по весу. Значит, пятерка 170 грамм, шестерка 239 грамм. Так, транспортная длина обоих 140 грамм, диаметр бланка вместе хвата, ну давайте я буду под катушкой держателя мерить, у шестерки 22, и у пятерки 18. Значит, сразу скажу, что удилища универсальные, силовыми их не назовешь, но, скажем так, даже на карпа с ними можно поехать, поэтому кто хочет действительно себе эстетичное, легкое, изящное удилище, достаточно, ну скажем так, сегментов выше среднего, очень даже здорово обратить внимание на эти модельки. Давайте раскладываем и посмотрим уже под нагрузкой их строй. Сразу скажу за длину, пятерка у нас 480, фактическая длина, у шестерки 590. Итак, господа, мы разобрали, значит, сначала у нас вход пойдет, пятерочка, вот смотрите, показываю на камеру, приятная палка очень, мне лично нравится. Есть небольшие замечания чисто по эстетике, там где-то чуть-чуть подтек лака, где-то еще что-то, но как бы в махалках то же самое, в Федерахте и Мальвега то же самое, поэтому, к сожалению, это вот такой завод, но все остальное, палочка очень такая приятная, не спортивная, я не скажу, что она прям легкая какая-то, да, и на мелкую рыбу на нее ловить одно удовольствие, но большой плюс в ней в том, это универсальность, то есть действительно запас чувствуется, видите, строй средний-быстрый, то есть пятерочка такая очень приятная, которую можно и на карасик, и на карпика половить, и платвичку там с подлещиком, да, то есть она посылистая, по тесту у меня спрашивают ее, я бы сказал 3, где-то 20, 3, 2, даже 3, 25 грамм, то есть, ну, наверное, 3, 20 даже больше, я на нее ставил 25, она держит, ну, вот на течении, да, на жесткой придержке, ну, вот прям сильно-сильно уже мордочка изгибается, поэтому я бы сказал, вот оптимально для нее это по плавочке 5 грамм, 12 грамм, вот это вот прям 15 даже, да, это вот прям ее, ну, давайте нагрузим, посмотрим строй, также вот я вам руку свою показываю на камеру, смотрите, отличное распределение нагрузки на весь бланк, то есть можете быть успокоены, что она у вас не сломается, где-то там не останавливается нагрузка на первом, втором, третьем колене, а действительно перераспределяется, вот я вторую руку включаю и достаточно жестко тащу ее вверх, смотрите, видите, какой строй, ну, приятная абсолютно, то есть палка действительно универсальна, это ее большой плюс, большой конек, ну, соответственно, второй плюс, что если даже случайно ломанете, то запчасти вы можете у нас взять бесплатно, если, конечно, подписываетесь на социальные сети магазина Мультифиш, ВКонтакте, Телеграм и Ютьюб, значит, шестерочка у меня в руках, следующая, ну, отличные кальция, видите, небольшая такая ставочка керамическая, то, что нужно, она и бланк не утяжеляет, и расстановка колец приятная, то, что надо, ну, точность такой же строй, средне-быстрая, посылистая палка, про семерку здесь я также скажу, хоть ее здесь нет, то есть она все то же самое будет, но она, конечно, в руках уже лежит тяжеловато, и я бы, скажем так, несколько часов с ней бы уже не ловил, то есть, если вам нужна семерка, смотрите в сторону того же Сабаниев-Фатонбола и так далее, но не Тим Альвеги, поэтому Тим Альвега, это 5-6 метров, это вот ее длины, она удобоварима, хороша достаточно вот в своем, в своем, да, вот в этих длинах, давайте нагрузим, ну, по тесту все то же самое, как я сказал вначале, нагружаем, точность такой же строй, видите, вот она распределяет нагрузку, достаточно сильно ее тащу вверх, пускай даже сломается, если нужно, нет, не ломается, не трещит даже, то есть, запас очень хороший, стеночки в коленцах верхних тоже прочные, ну, как бы, другая сторона медали этого, да, плюс это универсализм, а именно и то, что на течении держат достаточно хорошо поплавочек, как я сказал в своем тесте, хотя производитель тест не указывает и нигде не видел, где он пишет, но я вам говорю, как есть, тест именно такой, вот, а минус тот, что она немножко тяжеловата, то есть, на 5-6 это незаметно метрах, но вот на семерке это уже становится заметно. Друзья мои, ну вот в конце, как всегда, пару слов о магазине, то есть, я прошу вас подписаться на социальные сети страничек магазина Multifish, обязательно это ВКонтакте, Телеграм, Ютуб канал, для вас большой плюс в этом в том, да, этого действия в том, что вы сможете получить бесплатно запасные части до двух штук в год в период проведения акции, такие акции мы проводим, надеюсь, что и в будущем будем проводить, уже прошли акции Сальма, Фидер Концепт, Мейджер Крафт, Лаки Джон, Зетрикс, Графит Ридер и тому подобное, то есть, люди, кто даже у нас покупали такие известные спиннинги, как те же Мейджер Крафт, берут запчасти, брали, есть отзывы многочисленные в том же Ютуб канале, то есть, эти анонсы по поводу запчастей я выкладываю только в социальных сетях, поэтому нигде вы о них не узнаете, кроме как ВКонтакте, Телеграм, да, и куда вы подписываетесь, Ютуб канал. Значит, второй момент, мы даем бесплатную гарантию на заводской брак на удилище, бессрочную, бессрочную, точнее, не бесплатную, но и бесплатную, и бессрочную заводской брак на весь срок службы, поэтому, если у вас удилище ломается в какой-то причине, мы смотрим, если это заводской брак, мы вам заменяем удочку, возвращаем деньги или еще что-то. И третий плюс для подписчиков на социальные сети магазина Мультифиш, да, это ремонт также с бессрочной гарантией, то есть, даже если вы привезли к нам удилище свое, где-то купленное в другом месте, то, соответственно, мы его ремонтируем и даем также на место ремонта бессрочную, пожизненную гарантию на весь срок службы удилища. Сервис-центр у нас более 20 лет, мастер работает, соответственно, один и тот же уже в так же более 20 лет, пользуется большим спросом по всей России, шлют со всей России у нас удилища на ремонт подсюда, и как бы один минус – это сроки изготовления от недели до двух, поэтому придется подождать, но зато вы получите качественный ремонт, обращайтесь и по ремонту в том числе. Значит, дальше продолжаем по Ольвеге Бола, вот такой чехольчик, точность такой же чехольчик комплектуется и Тим Ольвега Поле, то есть, маховая серия, маховых удилищ Тим Ольвега. Бархатный чехольчик, приятный, достаточно хорошо сшитый, не броский внешний вид, не вороний, так сказать, на клапан, на липучке, внутри идет материал синтетика, который не пропускает воду, но, соответственно, не впитывает и не намокает, и запахи тоже не впитывает. В двух словах так, смотрите канал на YouTube, подписывайтесь и покупайте в магазине Multifish. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok